Утвердят ли проект поддержки для арендодателей? Снизится ли единый налог на обмененный доход? И как предпринимателям получить отсрочку банка? На самые актуальные вопросы по поддержке малого и среднего бизнеса в прямом эфире ответил министр экономического развития Чувашии Иван Маторин. В Чувашии малый и средний бизнес это почти 8,5 тысяч субъектов. По данным Минэкономразвития, потери бизнеса только в сфере потребительского рынка составят не менее 6 миллиардов рублей. Правительство республики пытается минимизировать убытки. Со стороны правительства страны и Чувашии принимается ряд нормативных актов. Большое решение со стороны президента Российской Федерации было принято по выплате зарплаты в минимальном размере, опять же по пострадавшим, ну вообще в целом по предпринимателям. Можно подать с 1 мая будет соответствующую налоговую заявку, она будет обработана, будет составлен реестр и уже через год казначейство федеральное будут осуществляться выплаты. Планируется, что механизм заработает в первой половине мая и выплаты в размере 12 130 рублей получат пострадавшие. Продлены сроки уплаты налогов и страховых взносов до 6 месяцев организациям и индивидуальным предпринимателям. До 1 мая срочно взыскание ФНС со счетов. Что касается кредитных каникул, то уже одобрено 97 заявок от предпринимателей. Во время прямой линии все желающие могли задать интересующий вопрос. 40% обращений от арендаторов площадей в крупных торговых центрах. Мы ждем решения, если оно не будет принято на уровне Российской Федерации, то свои нормативные документы подготовили, где вид деятельности, вот этот 68-2, включен. То есть, соответственно, арендодатель может пользоваться всеми формами поддержки. Здесь будут вестись переговоры о том, чтобы вот эти отсрочки или неплатежи на период, особенно когда они осуществляются в торговле, они были доведены уже до, соответственно, и уже арендаторов. Эта тема у нас, наверное, номер один сегодня в министерстве. Сейчас в Минэкономразвитии рассматривается вопрос об открытии торговых центров в мае. При соблюдении всех санитарных требований. Пока к однозначному выводу не пришли, еще один популярный запрос – разрешить работать парикмахерским и салоном красоты. Я в адрес главы подписал обращение, что нами вопрос отработан, согласован с прокуратурой. За час прямой линии поступило около 70 вопросов. На большую часть удалось ответить сразу. Остальные рассмотрят в ближайшее время и ответят заявителям. Для предпринимателей работает специальная горячая линия. Ее номер вы видите на экране. С понедельника по пятницу с 8.30 утра и до половины шестого вечера предприниматели могут получить консультацию по мерам поддержки. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика.